Казахи, вы вообще в курсе, что если мы будем поставлять какие-то товары в обход санкций Российской Федерации, нам тоже могут прилететь санкции? Вы вообще в курсе за это? Какие огромные последствия могут быть для нашей страны? Я считаю, что если какие-то компании все-таки начинают заниматься такой преступной деятельностью, в обход международных соглашений, в обход санкций поставляют такого рода продукцию, товары в Российскую Федерацию, эти граждане Республики Казахстан должны быть наказаны по всей строгости закона. Их нужно изолировать от общества, им нужно запретить вести какую-либо экономическую деятельность, как минимум их нужно сажать в тюрьму. Потому что из-за их тупых, конченых, меркантильных амбиций можем попасть все мы. Вот вы меня сейчас спросите, друзья, о чем ты говоришь, сула, что ты мутишь? А я вам сейчас поставлю небольшой видеоролик, там буквально 4,5 минуты. Послушайте парня, нашего соотечественника, его информацию. Он уволился из такой компании. Уволился из компании, которая покупала в Германии автомобили и продавала их. Пусть он как раз там может, да, все там уладит на учет, продавал их в Россию. Это прям компания, не частное лицо это делало. Он уволился оттуда. Всем салам алейкум, приветствую вас, леди и джентльмены. Буквально 4,5 минуты. Давайте посмотрим и послушаем. Все, внимание на экран. Здравствуйте, меня зовут Тургимбаев Ферлана. Я работник компании ТУО «Лидер дороги», от которого я уволился. Причина увольнения. Мы предоставляем Российской Федерации санкционные товары. Конкретно тягачи МАН и полуприцепы Шмидс. Мы их перегоняем из страны Германии, конкретно из города Кёльн. И предоставляем, пригоняем в Казахстан. После они тут проходят таможнее оформление, получают казахстанские номера. Потом снимаются с казахстанских номеров, берут транзитные номера и уезжают в Россию. Конкретно я пригнал 2 новых седельных тягача. А вместе, кто со мной ездил, нас 10 штук в общем сложности пригнали. Причина моего увольнения. Я не хочу помогать Российской Федерации обходить санкции. Образом, таким образом. У меня есть все доказательства. У меня есть трудовой договор с компанией «Лидер дороги». У меня есть доверность на вождение, на перегон. Есть также путевые листы. Выше могу я их прикрепить. Организациям покупки и доставления этих всех транспортов занимается блогер под псевдонимом Альберт. Сам взяли его зовут Турсенбек. Канал называется «Категория Е», где он даже не скрывает, показывает все конкретно, как мы перегоняем эти машины. Также ему помогают два гражданина Германии, бывшие выходцы из Советского Союза. Конкретно один из них из Казахстана, второй из России. Но они оба имеют гражданство Германии. Покупаются эти техники как бы для них, но на самом деле они оказываются в Российской Федерации. Это тоже я могу подтвердить, доказать, прикрепить адрес, место, базы их. И все нужные вопросы я могу ответить. Со стороны организатора этой махинации поступают в мою сторону угрозы. Но я не боюсь, потому что я на стороне правды. Слава Украине! Всем здравствуйте! Вот очередная партия, это мой второй тягач, который я пригнал. Вот мы пригоняем вот так вот на базу. На базе они стоят, потом едут на АСФХ оформляться. Вот. Вот я его пригнал. Вот и вин-код, можно посмотреть. Вот. Вот машина, машины новые. Это подтверждение того, что я проезжал границы. Вот. Пригнал я из Кёльня, из Германии. Эти тягачи, вон они стоят, они просто для видимости. Сейчас они едут в АСФХ проходить таможню. После оформляется цоник, берут казахстанские номера. А после снимается с казахстанских номеров и едут в Россию. Компания называется Лидер Дороги. Лидер Дороги, как бы он... Мы... Дочерняя, как бы, компания от Лидер Транса. Вот, например, он видно, наверное, зеленая. Лидер Транса РФ. Вот так вот мы санкционные товары предоставляем России. Вот. Я сегодня написал заявление об увольнительной. Я не хочу участвовать в таких схемах, преступных схемах. Да, мне угрожали, что убьют. Пусть убивает. Сегодня 28-й, 11-е число. Так, сейчас я постараюсь лицо снять. Вот он я. 28-е, 11-е число. Я Тургенбаев Ерлан. Ну, вот так вот, друзья. И тут же сразу есть его заявление, да, о увольнении. Тургенбаев Ермек. Ермек, ты не бойся, что тебя убьют. Не убьют они тебя. Ты все правильно сделал, Ермек. Я вообще просто не понимаю, куда смотрит прокуратура. Куда смотрит милиция. Куда смотрит комитет национальной безопасности. Блин, вот, простая схема. Ну, я думаю, что таких схем очень много. Или они что, все получают на лапу. Или это история, которую рассказывает вот этот парень, Ермек. Или это все вымысел. Я никак не могу понять. Действительно, такого нету. Он все придумал. Берет и лидер дорог обвиняет просто так. Как оно на самом деле? Почему не разбирать? Я просто не могу въехать. Вы в курсе, что мы можем все из-за таких вот косяков попасть под санкции? Вы в курсе или нет? Я просто делаю два вывода у меня. Два простых вывода. Либо, либо, вот этот парень, да? Тургумбаев, Ермек. Все врет. Он все придумал. Либо у вас там какая-то просто нереальная банда, которая работает не во благо Казахстана. Банда, которой плевать на Казахстан. Банда, которая хочет взять и наш весь Казахстан под санкции подвести. У меня только такой вывод. Одно из двух. Либо он врет, либо вы там все сидите. Непонятно, чем занимаетесь. И не просто непонятно, чем занимаетесь. А набиваете машину. Эту всю группировку, я считаю, друзья, нужно на чистую воду. Это, во-первых, пересажать там всех нужно по-любому. Это потому, что не единичный случай. Я уверен, их там прикрывают. И прокуратура, и комитет наверняка прикрывает. Но не факт. Об этом нужно заявить в Евросоюз, Европарламент. Сказать, что вот, мы выявили вот такую схему. Потому что на кону стоит наш Казахстан. Казахстан стоит на кону, ребят. Я очень прошу вас распространить это видео. Максимально распространить. Это очень важно для нас. Для всех. Распространяйте, друзья. И оставляйте ваше мнение в комментариях под этим видео. Как вы думаете, что нужно сделать с такими предпринимателями, если этот парень прав? А если он прав, так же что нужно сделать с теми, кто покрывает? А его, их там точно, если это происходит, если это правда, что он говорит, их сто пудов там кто-то крышует. Сто пудов. Я не поверю, что они это делают на свой страх и риск. И ни прокуратура, ни ментура, ни комитет об этом ничего не знают. Не поверю. Вот как говорил Достанис, не верю. Мхатовская, пускай вам будет вот такое, не верю. Всех нужно посадить за такие движения. Опять же, это прям конкретно не подставляет всю нашу страну, наше государство. Так что распространяйте, друзья, и оставляйте ваше мнение. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока. Салам алейкум. Ари Ведерчи. Ари Ведерчи.